ответы на ваши вопросы с задержкой кое на каких так игорь беляков мой посмотрите канал мне 54 посмотрел отозвался нормальный канал можете даже взять вот это вот мое мой отзыв о вашем канале так керосин тадикам спасибо вам огромное за вашу работу что-то тут насчет наркомании как снять ломку я рассказал но каждый понимает по-своему кстати про lexus я буду сейчас делать видео седан lexus ls 430 накопился кое-какой материал я сделаю видосик светлана вартаненко геннадий а какой мед и где вы покупаете я беру у одного и того же человека мед на базаре мне нравится больше цветочный мед из разнотравья хотя один знакомый мне принес какой-то мед там из заполярье с какими-то такими там я даже третий и не знаю как сказать там число какое-то там сахару только она по научному как-то называется и прочее прочее вот конечно хороший но мне как-то нравится наш мед так александра и гора вот как радоваться осознавая сколько зла творится в мире это не эго а чувство несправедливости вот так радоваться а вы знаете поставлю сердечко александр и отвечу сколько зла творится в мире а это зло допускаем мы если вы хотите чтобы в мире было добро станьте лучше станьте добрее и это требуется от каждого из нас чтобы мы это добро отстаивали а если мы его не отстаиваем если мы ничего не делаем и только наблюдаем и сопим в тряпочку втянув язычок поглубже туда в попу то что вы хотите наше безразличие наше такое отношение к власть имущим чиновникам государству в целом когда мы позволили государству которое должно так управлять чтобы мы свободно развивались каждый человек а вышло наоборот что вся эта там верхушка давным-давно поняла еще там тех времен до потопных что мы управляем вами вот то и мимо и зло и понять как это зло можно победить много-много другое я на эту тему много думаю поэтому я считаю что все идет справедливо раз каждый из нас не хочет с этим бороться становиться лучше то то что есть то и есть как раз стимул для того чтобы стать лучше противном случае никто не становится лучше не хочет поэтому и зло творится в мире для того чтобы через зло в конце концов появилось добро я свою мысль высказал так дальше роза коченюк доброго здоровья петрович когда писала я пишу что только благодаря вам изучил и применил всю информацию изложенную в книгах целительной силы и вся моя семья радуемся живем хорошо пока я живу эти книги будут всегда рядом кстати основы здоровья я считаю лично так как я их написал и те и другие лучшим они более дополнены библиотеки они выложены пользуйтесь ими благодарю за титанический труд там такое количество информации касающие всех сфер жизни спасибо читаю по очереди пять лет без перерыва носила в сумке на работу в отпуск не видела сделала им обложки молодец 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 ну заходите в библиотеку кстати может вы тут видите вот это сканер у меня стоит вот она книга открыта вот она ли еще скорее всего я снова года начну более плотно заниматься опять писательской деятельностью для чего знаете я тут эгоист не столько для вас сколько для себя дабы понять свой организм вот все что касается вокруг меня лучше и это изложить и если это вам понравится берите я вот так вот лично мыслим поэтому заходите в библиотеку я считаю что там основы здоровья еще лучше а более углубленная информация находится вот в в отдельных книгах то есть по очищению там по голоданию по уринотерапии по питанию по движению и так далее то есть я как бы сказать вот постарался для себя это изучить и изложить так светлана стародубца петрович поставили диагноз рак легкого а с чего начать перед мед а перед медицинским вмешательством не курил и даже не пробовала веду здоровый образ жизни нет лишнего веса дети внуки помогите выйти на путь оздоровления заранее спасибо светлана а вот вы вспомните чем вы до этого болели вот чем вы до этого болели то есть онкология начинается медленно развивается так чуть ли не с детства что с вами было и вот это познал познал эту цепочку начните на нее воздействовать и потихонечку будьте обрубать ее если книга у меня поэтому на эту тему потом заходите в библиотеку читайте можете конечно выслужить что врачи скажут что не вам посоветуют почему бы их не послушать что разумного скажут а тогда уже принимайте действие как то так должно быть так вячеслав фейс метод бутейка это он написал вы знаете сколько людей серьезно заболели и умерли от вашей пропаганды уринотерапии и опухоль моза и лимфоузлы и не и в негодность пришли вы столько людей уничтожили и ни за что ответ не держали ответьте вы хоть раскаялись вы знаете я что касается уринотерапии уже как-то там рассказывал что уринотерапия она началась задолго до меня и мне было интересно как это работает и я постарался этот вопрос разобрать опять таки для себя и изложить пожалуйста книга лежит хотите читайте хотите не читайте это ваше право хотите применяйте хотите не применяйте почему она помогает почему она там не помогает и помимо всего прочего-прочего знаете как бы сказать выпил урины и сразу оздоровился это было бы очень просто надо еще кое-что делать и вот те люди которые кое-что еще делали помимо уринотерапии Те стали здоровы. А вот так, голословно. Вот сейчас, смотрите, у меня тут всё под рукой. Вот что в той книге я разобрал про уринотерапию, чтобы как-то было не голословно, а ясно. Так, где у меня эта книга? Так, авторские учебники. Вот, кстати, всё это в библиотеке есть. Вот она у нас, уринотерапия. Мы её только раз открыли, вот, чтобы вы видели. И так её сейчас расширим хорошенько. И начнём, я назвал её из сосуда своего. Вот, и начнём, 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 начнём. Смотрите, оглавление. Тема первая. Древние и современные источники мочи терапии. Я не сказал, вы знаете, уринотерапия по латыни, а по-нашему, мочи терапии. Изложил их. Что это такое? Откуда это всё началось? Далее. Теоретическое обоснование применения мочи. Образование мочи, её свойства. Компоненты мочи, их свойства. Виды мочи, их особенности. Механизм действия мочи терапии, послесловие. Пожалуйста, всё это я описал. Вы это прочитали и сказали, ааа, слушай, вот тут я там прав, когда касается образования мочи, там так далее, того сего. А вот, значит, механизм действия, я не согласен. То есть, всё открыто. Я же не говорю, вы знаете, пейте. Вот, как некоторые, я просто читаю и, ну, даже не знаю, как это выражать. У меня целая гамма такая, эмоции различных. Вот. И оздоровитесь, что вы выпьете стакан мочи, и всё, на 20 лет вы оздоровитесь. Ну, нету этого, нету этого, понимаете. Вот всё разъяснено, механизм. Далее. Методики мочетерапии. Какие бывают? Начинаются кризисные эффекты, возникающие от применения мочетерапии. Далее. Как правильно начать мочетерапию? Но это не говорит о том, что начинайте уринотерапию. Начинайте 20 лет, 30 лет. Вы вечные будете. Методики применения уринотерапии. Визуально. Посредством клизм. Через кожу. Глаза, нос, уши. Через рот. Гомеопатическая использованная мочи. И так далее. Подкожная и внутримышечная укола с мочой. При этом ссылаюсь. Кто это делал? Филипп Смилович Ханеней. Это тот человек, который получил несколько сталинских премий. И занимался исследованием мочи. Как она работает? Нашёл? Описал. Мочетерапия в конкретных случаях. Ага. А вот тут уже описал. Собрал. А как это вот в конкретных случаях? Как люди принимали? И что у них получилось? И почему они получились? Так, далее идёт тема пятая. Сочетание мочетерапии с другими оздоровительными методиками и средствами совершенства. Общее заключение. Вот она. Но это не значит, что я говорил, бросьте всё и занимайтесь вот этим. Ещё разок. Мне этот вопрос был интересен. И я его, вот как сказала Роза Коченюк, потратил много времени на то, чтобы его не только теоретически, но и практически на себе пройти и сказать. И я вот сижу перед вами. Но это не значит, что я каждого тяну. Что ж вы мне приписываете то, чего я не делал, и говорите вот там о раскаянии и так далее. Знаете, Вячеслав Фрис, я уже как-то говорил, что это просто как, знаете, вот к дальнейшей теме это будет у нас в видео, это как научиться не обижаться. Это я тоже буду использовать, вот это в качестве этого примера. Итак, Вячеслав Фрис, я просто-напросто вот это вот сейчас повисит, а завтра я вас удалю. Прежде чем что-то говорить, надо было бы прочитать вот это вот и сказать вот то-то, рота, то-то. Вот действительно вы за руку вели, всех там рассказывали действовать, применять урину и больше всё, к врачам не ходить, ничего не надо. Хотя вы слышали, вот рак лёгкого, я сказал, сходите к врачу, а что он вам скажет, что он вам порекомендует, что, что помимо там чего-то там такого будет сказано. Дальше, Вячеслав Фрис, метод бутейка. Для курящих этот метод явно не подходит, вы что, исследовали, сказочник, у курящих и так полно СО2. А вы знаете, у них полно не СО2, а у них полно различных там, допустим, смол и прочих там веществ, которые СО2 совершенно не связаны. СО2 это совершенно иное, то, что должно накопиться внутри клеток и вызвать, как я об этом говорил, улучшение всех ферментативных процессов внутри клетки. Для чего мы так дышим? Для того, чтобы у нас клетки заработали лучше, а не курим для того, чтобы они лучше работали. Кстати, я сказал завтра, нет, я не завтра, а я вас сегодня удаляю. Вы просто-напросто заблудились. Заблудились, не в ту сказку попали, Вячеслав. Заблокировать пользователя, все. Паразиты, какие признаки понравилась Надежда Мецега? Вот тут я уже рассказывал. Да, вот лучше всего там определить, там мазок сделать, взять там на яйца глист, еще-еще какие-то исследования. Но, что получается? А глисты в этот период, они просто-напросто там, ну, не размножаются. Яйца не откладывают. И получается, глисты есть, яиц нету, значит, вроде порядок. Но по косвенным признакам, которые возникают от наличия паразита в организме человека, можно судить, что с вами происходит. И тем более со временем, когда прошло время, вы, я об этом много рассказываю, мне это интересно. Как разве этот процесс? Ага, там стоматит был, потом ангины были, потом что-то там еще стало там побавить. Ага, потом дальше у вас там сердце закололо, потом дальше давление поднялось, потом дальше что-то с почками, потом дальше у вас там суставы заболели, потом там что-то вроде подагры. И мы лечимся от, допустим, стоматита, мы лечимся там от ангины, мы лечим там сердце, мы лечим там почки, мы лечим еще что-то, еще что-то. А надо совершенно иное. Это следствие того, что паразиты делают. И когда узнал об этом, поэтому вот эти вот признаки, одно из таких, будем говорить, вот тем есть оздоровление, которое позволяет понимать, в каком состоянии вы находитесь, и позволяет сделать наметки, куда вам надо двигаться для того, чтобы этого не было. Это очень такое, знаете, концентрированное такое знание, которое поможет человеку вернуть его здоровье. И он должен это сам знать, ориентироваться, что с ним там происходит. Это за вас никто не сделает. Причины следствия и работа с ними. Дальше уже идут там травы, малые там лечения. Я считаю, это вот особенно вот такие вот диагностика, самодиагностика, это величайшая вещь для человека, для разумного человека. Если человек неразумный, значит, и тут, как Караваев говорит, идет естественный сбор. Если человек разумный, и он старается что-то о себе узнать, то он действует, он образовывает себя. А если человек неразумный, он там, я там на гармошке буду играть, пощупаю там кого-нибудь, и сколько проживу, столько проживу, ну и пожалуйста, и как проживу, так и проживу. И мне не волнует, что там наверху делает, и мне не волнует, что я такой там нищий. И меня там все устраивает и такое вот. Я вот так вот приспособился к этой жизни. Значит, ему такой будет и конец. А если вы действительно разумный, если вы творческий, если вы понимаете, что вы личность и человек, значит, вы начинаете себя вести совершенно по-другому в этой жизни. И понимать ее, не приспосабливаясь относительно себя. Я бы когда, ой, в 2010 году на телевидении дошел до зарплаты в 700 тысяч в месяц, и если бы это именно меня волновало, я бы уцепился бы и не ушел бы оттуда никогда. А так я сам оттуда ушел. Татьяна Ефремова. Вот Татьяна Ефремова, она человек, ну, можно сказать, как это раньше говорилось, такой сочувствующий человек, но тем не менее, все рассматривающий в свете своего сознания, в свете своих знаний. Вот что она пишет. Паразиты какие признаки? Мне кажется, не всегда признаки перечислены Петровичем от присутствия паразитов. Цистит, например, очень часто бывает от кишечной палочки. А кишечная палочка, это что, не паразит? Паразит. То есть ее надо поставить на место кишечную палочку. То есть это не говорит о том, что я рассказываю только об листах. Ничего подобного, я рассказываю в целом о паразитах. Там даже так сказано. Экзема от простейших амеб, трихомонат. А это что? Да они еще хуже листов. Маленькие они вас сожрут и так далее. А вирусы вообще заражают весь организм. И это тоже паразит. И многие заболевания дают серьезный характер. Так что врагов хватает. Да, врагов хватает. И я именно об этом говорю. То есть не только листы. Листы это так, ну, неприятная часть, маленькая часть, с которой можно успешно бороться. Гораздо сложнее и хуже это вот от этих паразитов, которых мы не видим. Вирусы, грибки и так далее, так далее, так далее, так далее. Но они-то вызывают вот те признаки, которые тут перечислены. И значит, мы не обязательно надо листу. Нам надо развернуть так свою жизнь, вот так борьбу с вот этой вот паразитарной инфекцией, которая рассматривает наш организм. С одной стороны, как бы нас сожрать. Кстати, примерно мы так же, человечество, цивилизация, в целом рассматривают Землю, как бы побольше с нее выкачать. Аналогично. Вот для того, чтобы вот это все умерить. И если да, есть паразиты, пускай там они будут, но в том количестве, в котором они контролируются организмом и не вызывают каких-то там заболеваний. То есть избавиться полностью от них действительно нельзя. Мы постоянно, каждый день заражаемся. Но знать, что они начинают брать верх над нами и уметь опять привести все в норму. Вот о чем. Так, Антон, как у вас прогресс с похуданием? Я-то не сказал с остранением. Вроде вы к новому году планировали убрать живот. Ну и что? Дело в том, что я выложил это видео ему несколько лет давности. Где я продавливаю живот, это видео давнешнее. Людмила Базымова пишет. Мы все являемся домами для паразитов. Все, что вы перечислили, присутствует по несколько позиций. В каждом из нас страшно. Наверное, да. Но меня успокаивает одно высказывание целительницы Васильевой. Кстати, очень интересное у нее. Вернее, теперь у меня. Ее шесть книг. Она призывает держать паразитов в симбиозе, относиться к ним с уважением. Ведь именно они после нашей смерти разложат наше тело и превратят его в прах. Звучит устрашающе. Из песни слов не выкидешь. Только до этого я как раз и сказал о том, что мы заражаемся постоянно и количество этих паразитов с помощью вот этих всех признаков держать в норме, будем говорить, в контролируемой норме, чтобы они нам не мешали. В противном случае через вот эти все признаки они разрушат наш организм. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахо.Про. Доброго здоровья и до новых встреч!